Волшебные звуки джаза в этот вечер собрали в Струковском парке многих любителей этого жанра. Артисты выступали на сцене летнего театра. В течение дня прошло три открытых концерта, посвященных празднованию двух юбилейных дат – столетию российского джаза и 60-летию джаза в Самаре. Я считаю, что джаз все больше и больше входит в такую постоянную жизнь нашего города. И, как вы видите, много зрителей присутствует, а еще не вечер. Самарский фестиваль открыли участники регионального этапа питерского конкурса «Джаз детям». Выступление в Самаре стало решающим. Победители конкурса отправятся на заключительный фестиваль в Санкт-Петербург. Главным призом для коллектива станет полный пакет продвижения, куда будут входить возможность звукозаписи собственного альбома, фотосессии и многое другое. Всего выступило 9 коллективов, исполняющих музыку в стиле джаз. Среди участников были как совсем юные таланты, так и опытные музыканты. Конечно, было волнительно, потому что есть момент оценивания жюри, но на самом деле было намного комфортнее в этот раз, чем на других каких-то конкурсах. Самара воспринимает джаз очень тепло, даже вот от самый маленький возраст. Дети, они впитывают все это. Поэтому это очень приятно, что принимают очень тепло и с любовью. После окончания конкурса прозвучали хиты мирового джаза в исполнении джаз-оркестра Тольяттинской государственной филармонии. Фестиваль прошел при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары. Сергей Кизоркин, Александр Гусева, Сергей Баскин. События.